Содомит, Содомит, откуда это? Из Содома? Да, Содом и Гаморра. Но я не знаю, что там было. Что там за история? Не знаешь историю Содома и Гаморры? Нет, не помню. Оттуда ведь мы знаем, что педиков надо жечь, согласно Библии. Я так не считаю, это Библия. И вот там как раз об этом и речь. А что там за история про Содом и Гаморру? Ну, знаешь, был такой Авраам, отец еврейского народа, его брат Лот. И они выбирали, где жить. Так, не знаю, почему им надо было жить в разных местах. Но, короче, рядом они жить не могли. И Авраам выбрал дикую местность, где живут праведники в шатрах, да? Вдали от греха и так далее. Ну, а Лот, по-моему, из-за того, что его жена любила всякий цацкий, пошел в Содом, который, ну, как гей-район. Там красивенько. Я не в курсе, чем провинилась Гамора. Знаю, что Содомея — это когда трахаются в жопу. Использование не той дырки. Вот. А Гамора, наверное, в 10 раз хуже. Ведь про нее вообще молчат. Но Лот поселился в Содоме. И, короче, это огромный город, жители которого хоть убей, суют не в ту дырку. А как вы знаете, Бог по этому поводу парится. И вот, Бог является Аврааму, говорит, короче, слушай, там, где живет твой брат, там пипец. Они там имеют все, что движется. И мне придется спалить их заживо. Настолько все плохо. Вот. Авраам такой, Боже, ну ты че? Не убивай ты целый город. Что если там есть 20, 20 праведников? Не убивай их. И Бог такой, ладно, погодь, проверю. Не, нету. И Авраам говорит, ладно, 10. Торгуется с Богом. А Бог не ведется. Говорит, нет, даже 10 нет. Но такой, не кисни, я спасу твоего брата и его семью. И Бог, значит, отправляет двух ангелов под видом путников. Так? И они должны вывести Лота до появления беспилотников. Библейских беспилотников, в общем. Ну и вот. Они приходят и вводят Лота в курс дела. И вдруг раздается стук в дверь. И там весь город. Прям вот каждый мужчина и мальчик в городе. Все до одного. Пришли и окружили дом. И говорят, эй, Лот, знаешь, к тебе там два мужика пришли, эти два путника. Пусть они выйдут, мы их поймеем. Нет. Да. Это в Библии. Я парафразирую, но да. Они хотят их трахнуть. Да, я тоже не понимаю, может, это их последнее. Может, они уже так долго друг друга трахали, что в городе ни одной новой дырки. Ну, не знаю, как Лота, когда он уселялся, не пустили по кругу. Ну, ладно. И Лот говорит. И это, кстати, тоже важно. Ведь помимо объяснения, почему педики это плохо, согласно Библии, тут нам еще объясняют, что девственность мужской жопы гораздо более священная цена, чем твоя поганая вагина. Ясно? Не твоя. Ты назвал мою вагину поганой? Нет. Все вагины поганые, по мнению Бога. Не для меня я их люблю. Но, согласно Библии, они не стоят и волоса с моей жопы. И все это в этой истории. Ну и вот, они говорят, пусть они выйдут. А Лот такой, друзья мои, ну не надо гостей-то трахать. Ну, ребят. Говорит, так, вот вам две мои дочки. Нет. У меня две дочки. Да. Говорит, возьмите их. Ведь кого-то же вам надо изнасиловать, да? Так, по крайней мере, трахнетесь в правильную дырку. А вообще-то, имейте их куда вздумается. Но не трогайте двух мужиков, которых я впервые вижу. Ну и вот, с моим дядей такое было. Ну и короче, тучи сгущаются для этих двух ангелов. И тут ангелы говорят, теперь вмешаемся мы. И они насылают на всех слепоту. На каждого мужчину и мальчика. А те продолжают искать ангелов, даже слепые. Мое любимое место. Типа, где? Где эти ангелы? Хочу им вдуть. И ангелы выводят Лота и его семью из города. Ведь уже подходит время взрывать. И говорят, слушайте, даже не оборачивайтесь. Мы просто побежим прямой наводкой и не смотрите назад. Что бы ни случилось, оставим шмотки и просто валим. И вот они все бегут. И тут жена Лота, видимо, пожалев свое барахло, оборачивается, к сожалению, на бегу и превращается в соляной столб. Да, эта тупая пизда не могла... Эй, 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 эй.